170 случаев заражения COVID-19 выявили в Ненецком автономном округе с 1 по 15 июля. Для сравнения, за весь июнь – 99. В мае – 11. В настоящее время в регионе лечение от коронавирусной инфекции получают 177 человек. COVID-19 медики выявляют двумя способами. Один из них – ПЦР-тестирование. Это когда у человека берутся мазки и сносы и ротоглотки. Данным методом диагноз установлен у 160 пациентов. Ещё у 17 человек коронавирус подтвердился методом иммуноферментного анализа. Материалом для такого тестирования служит сыворотка венозной крови. Этот метод даёт максимально точный результат, так как позволяет определить стадию течения заболевания. Из 177 заболевших 130 лечатся амбулаторно. Они получают лекарства бесплатно. Также амбулаторных больных обеспечат приборами пульсоксиметрии, которые можно использовать в домашних условиях. Они необходимы для сатурации лёгких. Сатурация отражает степень дыхательной недостаточности. Низкий показатель сатурации является одним из важных критериев для госпитализации больного с коронавирусом. В стационарных условиях лечение от коронавируса получают 47 пациентов. Коечного фонда опять не хватает. Хотя совсем недавно он был увеличен с 30 до 40 коек в инфекционном стационаре. Ещё 7 коек находятся в ковидной реанимации. На оперативном штабе по коронавирусу, который провёл глава региона, было принято решение об увеличении коечного фонда для больных коронавирусом. В инфекционном стационаре для ковидных пациентов предусмотрят 60 коек. С ростом заболеваемости среди населения растёт и количество жителей региона, находящихся по предписанию Роспотребнадзора на карантине. Это близко контактировавшие с заболевшими. Их на сегодня 532 человека. В связи с достаточно большим количеством изолированных жителей Ненинского автономного округа, отправленных Роспотребнадзором на карантин, волонтёры возобновили работу по доставке продуктов и медикаментов. Мы решили возобновить нашу работу. Схема на самом деле достаточно простая для людей самоизолированных. Они звонят нам по номеру телефона 601-88 в ресурсный центр, оставляют свою заявку на помощь в покупке продуктов, выгуле собак, выносе мусора, покупке лекарств. Мы находим волонтёра, который может это отработать по адресу. И, соответственно, состыковываем уже волонтёра и человека, который нам подал заявку. И они созваниваются и отрабатывают волонтёра эту заявку. В городской поликлинике вновь начали принимать анализы на антитела к коронавирусу, которые были приостановлены из-за отсутствия реагентов. А в новой ПЦР-лаборатории, расположенной в диагностическом корпусе больницы на улице авиаторов, делают тесты по субботам всем желающим без предварительной записи. Пройти процедуру можно за 1400 рублей. Пройти тестирование можно будет следующим образом. Нужно будет подойти в кассу, кабинет номер 313, произвести оплату, оформить документы. И с направлением нужно будет пройти в процедурный кабинет для получения услуги. Ответы можно получить в этот же день с 8 до 9. Также в здании лечебно-диагностического корпуса на первом этаже. Либо можно ответы получить на адрес электронной почты, указанный пациентом при заполнении документов. В Нинницком округе продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Обращаем внимание желающих вакцинироваться. В настоящее время в округе в наличии имеются только две вакцины – «Спутник Ви» и «Эпи-Вак Корона». Третья вакцина – «Кови-Вак» для первичного вакцинирования закончилась. Осталась партия только для тех, кто должен пройти второй этап вакцинации именно этой вакциной. Вакцинироваться без записи в порядке живой очереди можно в дополнительном пункте вакцинации, который находится в фойе Дворца культуры Арктика. Пункт работает без выходных. Напоминаем также, что в Нинницком округе действует обязательный масочный режим. Задать вопрос, связанный с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122.